В этой части мы будем говорить о Кахе, чем он занимается, чем планирует заниматься, а также выделим много времени для вопросов и ответов. Сейчас ясно, что Ках стоит на перепути. Позвольте для начала коротко рассказать историю Каха, с момента его основания, потому что очень многие люди не знают, с чего начался Ках и через что ему пришлось пройти. А знать прошлое очень важно. Конечно, правительство, лейбористское правительство на тот момент уже было настроено против меня из-за вопроса советских евреев. Да и по многим другим вопросам, но это не важно. У них состоялось министерское слушание, на котором Еврейская Лига была осуждена за насилие и так далее. Это привело к мощнейшей контратаке со стороны ведущих советских активистов того времени, Шпреллинга, Казакова и других. Они сказали на пресс-конференции, что они живут в Израиле только благодаря Кахане. Израиле – это благодаря Кахе. После кампании 1973 года я выступил в Хайфском университете. В то время мне еще разрешали выступать. Я говорил о необходимости выселить арабов. Именно тогда все это началось. Кабинет провел специальное заседание, на котором подчеркнул, что моя позиция не отвечает позиции правительства. Я помню, что это была пятница, потому что в пятницу выходят все выходные газеты. Так вот, в ту пятницу все газеты, в прямом смысле слова, сверху донизу, слева направо, принялись нападать на мое предложение. Просто буквально яростно нападать. Это безумие, это неморально, неэтично, это не то, это не все и так далее. В последующие годы было очень много арестов. В Израиле могут арестовать за что угодно. Тебя могут продержать 48 часов, после чего либо освободить, либо предъявить обвинение. Или могут прийти к суде и сказать, у вас есть секретные данные, которые мы просим не показывать защитнику. После чего попросят продержать вас под арестом дней 15, а то и больше. Обычно эту секретную информацию представляет капитан полиции, который пишет сержанту, имеются основания полагать, что Каханы планируют взорвать бомбу в офисе Шамира. И судья говорит, да, это Ках. А тем временем вы сидите и не подозреваете, по какому поводу они кудахчат, потому что в Израиле нет доктрины конституционных прав. За последние годы они обыскивали наши офисы и опечатывали наши документы. Каждые две недели. Хотите верьте, хотите нет. Я уже привык, что если в 10.30 я слышу на лестнице шаги, то у меня припасена специальная сумка, где собрано все необходимое для тюрьмы. Вот так мы работаем. У партии были члены, но очень мало, поскольку они боялись, что их арестуют. Много сторонников, очень мало членов и совсем никаких денег. Поэтому на выборах 1977 года мы решительно проиграли. А я скажу вам, что когда мы что-то делаем, мы делаем это на полную катушку. Мы действительно проиграли. Это было сокрушительное поражение. Мы получили около 4 тысяч голосов. Это было очень плохо. В тот год выборы как раз выиграл Менахим Бегин, что также сыграло очень большую роль в том, что нам не хватило голосов. При Бегине все стало гораздо хуже. Меня несколько раз арестовывали, и уже не просто для задержания. Один раз меня посадили на 5 месяцев, один раз на 31 день в камеру одиночного заключения. Довольно странно, но сначала мы этого не понимали. Но Ках начал завоевывать популярность. Знаете, когда вы участвуете в дебатах, распространяете листовки и занимаетесь прочими подобными делами, вам может казаться, что все это бесполезно. Но это не так. Вам неизвестно, куда попадет та же листовка. Вы идете на семейное торжество и распространяете листовки. И вот 500 человек сидят и ждут десерта, тем временем читая ваши листовки. И половина из них думает, а ведь он прав. Они не скажут об этом, но просто подумают про себя. И это начинает работать. Сеется семя. Не надо ждать, что кто-то скочит и скажет, «Ты прав». Люди так не делают. Люди медленно и внимательно читают, после чего становятся твоими тайными сторонниками. И это нормально. Чем больше таких людей, тем лучше. Это было трудное время. Мы говорили об арабской проблеме, нас называли расистами и так далее. Мы также были первыми, кто начал захватывать дома в Хевроне. В 76-м году мы захватили Бейт-Хадасу, за что нас арестовали. В 77-м мы снова ее захватили, но на этот раз ненадолго. Они выкуривали нас слезоточивым газом, и меня арестовали снова. Затем в 78-м суд запретил мне появляться в Хевроне. Я порвал судебное предписание и снова угодил за решетку на три месяца. Но со временем ситуация менялась, хотя мы этого до конца не осознавали. Ситуация менялась. В 80-м году мне дали 9 месяцев административного ареста без суда и обвинения. Это меня, должен признаться, шокировало. Это был первый раз, когда таким образом арестовали еврея. Я был просто шокирован. Я помню, как я сказал тогда полицейским. Я сказал, кого вы арестовываете? Я еврей. И они содрогнулись при этих словах. Я видел, как они содрогнулись. Так или иначе, я угодил в тюрьму в Рамле. Тогда началась заварушка с Ямитом. Мы отправились в Синай, и тогда в Ямите Ках прогремел на всю страну. Там было 48 бункеров, и мы сказали людям, которые поклялись никогда не уезжать из Ямита. Вы что, сошли с ума? Если вы останетесь в домах, они снесут дома. Давайте пойдем в бункеры. Зачем мы вообще завели бункеры? Там прочные стены. Конечно, они не хотели захватывать бункеры, а мы захватили один. И уж поверьте, мы были последними, кто покинул город. Они снесли все, кроме одного бункера. На это им потребовалось несколько дней. Наконец, они привезли огромный бур, наподобие бормашины, стоматолога. И они закачали в бункер воду, а затем послали элитный антитеррористический отряд. Всем этим Ках заработал репутацию в нескольких аспектах. Во-первых, мы показали, что мы мужчины. В Израиле самый лучший комплимент – это настоящий мужчина. Это страна-мачо. Во-вторых, мы стали известны как честные люди. В Израиле честный человек – большая редкость. Это как диоген, который ходил по улицам с фонарем, ища честного человека. У нас была репутация честной партии, которая просто не идет на компромиссы, состоящая из честных и бескомпромиссных людей. И как вы увидите, со временем это принесло свои плоды. В 81-м году мы баллотировались снова, проиграв уже два раза. И проиграли опять. На этот раз результат был немного лучше. Если ты два раза проиграл, то ты уже удивляешься, что вдруг что-то начинает получаться. И, наконец, в 84-м году мы снова баллотировались и выиграли, вызвав шок и ужас. Вам нужно было быть в Израиле, чтобы это видеть. В 10 часов вечера по телевидению должны были сообщить последние прогнозы. И вот, в 10 часов выходит ведущий, и вы видите, что он весь бледный. Он говорит, что будет небольшая задержка, нужно еще раз пересчитать. Тогда я сказал, что мы получили одно место. Через 20 минут он выходит, бледные пущи прежнего, говорит то и это, и в конце добавляет. Кажется, что Каханы получает по меньшей мере одно место. Тогда я уже знал, что мы получили и второе место, которое у нас украли. Мы проиграли всего 4 тысячи до второго места. У нас было едва 10% наблюдателей. Из 8 тысяч участников у нас было лишь 800. Как бы там ни было, мы получили одно место. Через час все по телевидению только и делали, что говорили. Этого не может быть. Но это произошло. Мораль такова. Никогда не сдавайтесь. Мы три раза проиграли, а на четвертый выиграли. Никогда нельзя сдаваться. А самое главное, никогда не меняйте платформу, чтобы победить. Мы ничего не меняли. Платформа всегда была одна и та же. Несмотря на все советы всех друзей и тому подобное. И я очень хорошо помню, как я проиграл в 77-м году и шел в довольно расстроенных чувствах. Я встречаюсь с доктором Йосефом Бургом из Национальной религиозной партии, а они тогда получили 12 мест, что для них было рекордом. Он был в хорошем настроении, он посмотрел на меня и говорит, «Каханы, твоя проблема в том, что ты не политик. Тебе нужно понять игру». И со временем они скатились до пяти мест. А если бы мы баллотировались сейчас, мы получили бы 10, без малейших изменений в платформе, не меняя ни слова. В следующие 4 года мы каждый вечер ходили на митинги. Вы должны понять, что в Израиле этого никто не делает. Члены Кнессета проводят митинги в центре города. Мы же ездили в такие дыры, куда никогда не ступала нога члена Кнессета. В города, развитие, в трущобы, в сельскую местность. Туда никто раньше не ездил. Бегин там никогда не был. Они проводят митинги в центре города. Мы же ездили по всей стране. И люди ценили это. Они приходили к нам. И постепенно сложилось так, что эти митинги превратились в пиры любви. Это были пиры любви. Это было невероятно. потому что мы говорили все, что думали. Когда я говорил, я говорю то, что вы думаете, то это так и есть. Это вызвало больше всего одобрения. Крики, верно, верно. В то время подавляющее число наших сторонников составляли сифатские евреи. и вдруг начало происходить нечто необычное. Беспрецедентное явление. Религиозная партия вдруг стала получать много голосов от нерелигиозных избирателей. В Израиле так не бывает. Наполовину религиозный человек никогда не голосовал за Агудат Исраэль или Мавдаль. Они так не делают. Кроме ортодоксальных евреев есть только одна группа, которая голосует за Мавдаль. Это арабы. Я не шучу. Они их охраняют, подкупают. Все сионистские партии воюют за голоса арабов. Они их подкупают в деревнях. Уже тогда мы столкнулись с бойкотом. После выборов в августе 1984 года государственное телевидение запретило транслировать выступления Каханы. Министр образования объявил, что меня не пустят в школы, а университетские власти решили, что меня никогда не пустят в студенческие городки. Следовательно, мы решили отправиться к людям. Вот что это были за митинги. Два митинга за вечер складывались в массу митингов в месяц, в год, два года, три года. Я пожал руки больше ста тысячам человек. Это невероятно. Никто в Израиле никогда этого не делал. Хотя был введен тотальный бойкот. Министр внутренних дел Барлеф каждое утро получал отчет о том, сколько человек присутствовало на митингах Кахана прошлым вечером. Он однажды сказал, в это невозможно поверить, это огромная угроза, это десятки тысяч человек. Поэтому они стали отказывать нам в разрешениях. здесь, если вы хотите провести митинг, вы проводите митинг. В Израиле вам нужно разрешение. Нужно подать заявление за пять дней, сделать много чего. И вот вдруг они начали говорить, что мы должны обеспечить скорую помощь, пожарную охрану. если митинг начинался без скорой помощи, они его останавливали. По какой-то причине это со временем прекратилось, и мы начали набирать и набирать и набирать поддержку. И это со временем привело к появлению антирасистского законопроекта с поправкой, которая, мы считали, нас спасет. Эта поправка была введена под давлением религиозных партий, которые испугались, что сегодня каханы, завтра мы. Так что они настояли на поправке, согласно которой, если человек основывает свои слова на каких-либо религиозных источниках, либо делает это с целью сохранения религиозных обычаев, он не может быть объявлен расистом. И мы решили, что это здорово. Я проголосовал за этот закон, я за него обеими руками, потому что все, о чем мы говорили, было основано на западной демократии, иудаизмом и сионизмом. Они страшно боялись этого. Поэтому все судьи проголосовали, чтобы нас запретить. Включая одного религиозного судью, который тоже заявил, что некоторые мои законопроекты, особенно по запрету смешанных браков, аналогичны законам Нюрнберга. Было невероятно слышать это от религиозного еврея. Мы представили около 400 страниц документальных источников по иудаизму, подтверждающих каждое наше слово, но они даже не взглянули на них. Все потому, что они твердо решили нас запретить, поскольку мы представляли угрозу для их положения, для их психологического комфорта, как евреев-демократов, как прозападных евреев. И нас просто запретили. Партия КАХ была запрещена по жизни. С тех пор, конечно, мы не прекращали проводить митинги. Сейчас наши митинги такие же большие, если не крупнее, чем раньше. И нас поддерживает больше людей, чем когда бы то ни было. Потому что к тем, кто нас поддерживал, прибавилось большое число людей, которые очень разозлились из-за того, что произошло. Поскольку у нас много сторонников, возникает вопрос, что мы будем делать дальше? Будем баллотироваться? Не будем баллотироваться. Но прежде чем ответить на эти вопросы, я бы хотел коротко коснуться проекта Каха по созданию второго государства. Вот, это новый флаг. Сразу понятна его идея. Минора призвана символизировать тот факт, что это государство будет не только государством евреев, но, что более важно, еврейским государством, а именно в духе иудаизма. Лев это, конечно, символ Иуды. У каждого колена был свой символ. В Торе есть такой стих «Иуда молодой лев». Мы сочли важным поместить на флаге стих из Торы, чтобы свести все это воедино. Неделю назад состоялся первый конгресс в поддержку еврейского государства Иудея. Изначально его планировалось провести в Кириат-Армия, но нам помешала армия. она надавила на местный совет, и хотя два члена этого совета нас поддерживают, семь других подчинились приказу и запретили конгресс. Так что его провели в Шератон-Плазе в Иерусалиме, и я должен заметить, что мероприятие было проведено в лучшем виде. Мы не подвели Шератон, все соответствовало их самым оптимистичным ожиданиям. начать с того, что зал был забит до отказа. Была масса народа из прессы, что особенно невероятно ввиду полного отсутствия репортажей. Там были CBS, NBC, ABC, CNN, Time, Newsweek, и вообще все, кого только можно вообразить. Там были французские, японские, BBC, вообще все. Важно то, что нам удалось собрать делегатов из четверти всех поселений, что вовсе не так просто, как кажется. Ведь им угрожала полиция. Как только мы объявили о нашем плане, генеральный прокурор заявил, что он изучает, не является подстрекательством к мятежу. Конечно, если вы человек каха, старой закалки, то подобное заявление генерального прокурора вызовет вас лишь усмешку. Но если вас раньше никогда не арестовывали, перспектива оказаться за решеткой несколько пугает, и многие отказались. Тем не менее, нам удалось представить четверть поселений, что было очень хорошим результатом. Другая причина, почему это было нелегко, состояла в том, что лидеры Гуш и Муним все как один начали чинить нам препятствия. Их неприятие нашего плана не было безосновательным. Это невероятная трагедия. Даже если вам это не нравится, успокойтесь. Мы боремся за вас, мы на вашей стороне. Зачем вы с нами боретесь? Если хотите знать, то именно по этой причине был разрушен второй храм. Евреи не способны объединиться, даже когда они в одной лодке, потому что всегда возникает вопрос, кто будет главным? Мы пригласили всех их принять участие. Мы послали письмо каждому лидеру Гуш и Муним. Это не проект Каха. Мы его продумали, предложили, но никто из них не пришел. Это был огромный успех. На конгрессе мы избрали временный парламент нового государства, а также исполнительный орган. мы не провозглашали государство, но лишь объявили о намерении его создать, если Израиль решит отказаться от территории. Однако тем временем мы создаем всю инфраструктуру государства, чтобы все было готово, если, упаси Бог, возникнет необходимость ввести это. Конечно, наша главная задача не создать государство, а надавить на Израиль, чтобы он аннексировал территории. Нам не нужно два государства, нам нужно одно государство на всей земле Израиля. Но если там не будет одно государство, то будет два еврейских государства, чтобы гарантировать, что никогда не будет палестинского государства. План получил огромную поддержку в поселениях, даже от избирателей Тхии и так далее, потому что кто-то что-то делает. Я хочу, чтобы вы знали, что эта идея впервые пришла нам в голову еще в 75-м году. Именно тогда я увидел возможность отказа от территорий. тогда я сказал, давайте начинать сейчас. Но как со времен и идеями должно было пройти время? И тогда было не самое подходящее время. Люди не могли увидеть, что это работает. Все больше людей это видит сейчас. Сейчас есть движение КАХ. Сейчас у нас есть немного собственных денег и много людей. Сейчас все это создается. Мы много времени уделяем созданию инфраструктуры государства. перепись, необходимая для выборов через шесть месяцев, выборы постоянного собрания, постоянных исполнительных органов, учреждения теневых министерств и все прочее. Государство Израиль в настоящий момент пребывает в глубочайшем кризисе. Страна разваливается. Правительство готовится пойти на огромные уступки. То, что вчера выпустили этого террориста, это полный крах, который только усилит давление. Файсаль Хусейни не какой-то умеренный араб, это один из лидеров ОООП. Правительство несколько месяцев подвергалось давлению, чтобы его освободили и, наконец, его освободили. Рабин сказал, я освобождаю его в надежде. На что еще надеется Рабин? О чем он молится каждый день перед сном? Он продолжает. в надежде, что Хусейни убедит палестинцев провести выборы на западном берегу. Я каждый день надеюсь, что этот человек умрет, прежде чем достигнет своей цели. Шамир согласился с выборами на западном берегу. Думаю, вы уже начали понимать, что это означает. Предположим, что арабы с этим согласятся. И вы знаете, сейчас вся надежда на арабов, что они скажут нет. Единственная надежда в спасении евреев на арабах наша единственная надежда. С другой стороны, они могут поумнеть. Если они проголосуют, ООО просто захватит власть во всех городах. ООО четко представляет палестинцев вне всяких сомнений. Тогда ООО и весь мир придут и скажут, отлично, вы разрешили выборы, это были свободные выборы, и ООО победила. И люди начинают чувствовать себя виноватыми. Вот почему все больше людей до смерти хотят покинуть Израиль. Сотни тысяч людей хотят уехать из Израиля. Они хотят уехать, убежать из страны. Страна разваливается. Теперь попытайтесь понять, почему. Вы знаете, что Бог вершит дела своим особым способом. И я спрашиваю себя, почему так получилось с Кахом? Конечно, здесь какая-то злая сила. Почему Бог позволил так поступить с нами? Может быть, мы просто не заслужили победить на выборах? Может быть, такая причина. А может быть, причина еще лучше. Подумайте хорошенько. Может быть, Бог спас нас от наших же заблуждений и спас нас для еврейского народа? Что бы произошло, если бы мы снова пошли на выборы? Мы бы получили 10, 11, 12 мест, стали бы третьей по размеру партии Кнессета? Что бы тогда случилось? Ликут и партия труда тут же бы объединились. На этот раз моментально. Не через 51 день, а сразу же в тот же день, чтобы остановить Каханы. И мы бы оказались в Кнессете, получили бы 10, 12 мест и вуаля, у разбитого корыта. А если бы на этот раз сплотились на 4 года, это было бы такое супружество, что не разлей вода. Знаете, что они могут сделать с Израилем за 4 года? Предположим, что Израиль бы качало и трясло еще 4 года, и вот мы снова идем на выборы. А на этот раз мы получаем 30 мест, потому что люди твердят, только Каханы. 30 мест или 35, и они снова объединяются. Следовательно, я должен сказать вам вот что. Единственная надежда для Израиля в том, чтобы как-то положить конец всей этой системе и привести сильное правительство. Послушайте очень внимательно. Очевидно, выход в том, чтобы люди собрались и сбросили правительство, но вы не должны об этом говорить. По двум причинам. Во-первых, они этого не сделают. Во-вторых, если вы думаете, что в 80-м году я сидел в тюрьме слишком долго, подождите, еще не вечер. Поэтому не говорите об этом, и я никогда об этом не говорил. Но делайте вот что. Начинайте постепенно вкладывать в умы людей следующий девиз. Возьми свою веру в свои руки. Это может значить что угодно. вкладываться. Продолжение следует... Продолжение следует...